Банки Я думаю, что абсолютно верный подход. Нужно именно это настроение поддержать, чтобы ограничить аппетиты банкиров. Нельзя перекладывать все проблемы, которые в банковской системе возникают на плечи граждан, на плечи юридических лиц, на плечи промышленности. Вообще государство наше очень активно поддерживает банковскую систему, создает ее условия. И вот этот случай, когда он возникает, банки должны брать вместе с государством через Центробанк на себя. Не перекладывать на кого-то, а брать на себя. О правах и проблемах тех, кто взял в долг, кредиторы действительно задумываются мало. И сказать, что бизнес поддерживает инициативу парламентариев, ничего не сказать. Татьяна среди тех, чье предприятие пострадало от самоуправства банка. Мы столкнулись, взяли по 12% годовых, а теперь нам подняли, под 17% сделали. 5% это очень для предприятия. Видно, что надо платить больше, и уже на это не рассчитывало предприятие. И, конечно, выходим в тупик с этим совсем. Поэтому я считаю, что если наши законы вступят в силу, что нельзя будет в одностороннем, то это будет только «за». Ожидаемые изменения должны коснуться и кредитных организаций, в частности, ипотечных агентств. Сегодня на них вообще воздействовать практически невозможно. Право повышать проценты они имеют по закону. Чем и воспользовались? Все свои риски. Увеличение стоимости привлекаемых ресурсов переложили на заемщиков. Резко поменялась ставка Центрального банка. Она даже 17% доходила, дошла сейчас до 14%, да, снизили, до 15%. Ну, снизили ее в два раза, немножко понизили. Но, тем не менее, возникают очень серьезные проблемы. У нас ипотечные агентства, которые работают по предоставлению кредитов на получение или приобретение жилья, возникли целые проблемы. И сейчас, вольно или невольно, банк сам определяет повысить ставку в одностороннем порядке. А в договоре даже не удосужились там написать право этого заемщика. И вот права не прописываются. И сейчас это массовый характер повлекло. Такое поведение кредиторов не могло не сказаться на рынке ипотечного кредитования, а следом и на строительной отрасли. Люди просто стали бояться ипотеки. Изменения в законе должны обезопасить заемщиков и повысить спрос на социально важное кредитование. Учитывая явные плюсы от нововведения, наши депутаты задумались и о физических лицах. К примеру, только жители Хакассии на конец прошлого года одолжили у банков 35 миллиардов рублей. Очевидно, что все они не хотели бы роста ежемесячных выплат. Сколько можно? Зарплата-то не растет. Денег нет у людей. Надо, наоборот, понижать, чтобы больше было легче овцу стричь, чем сдирать с нее шкуру. Зарплата небольшая, пенсия тоже. С чего ради повышать и наживаться на чужих? Конечно, нужно снижать и снижать у нас тенденция. Большинство населения у нас, сами знаете, живут как среднепрожиточный минимум. Значит, надо понижать. Кто вот, как мы пенсионер-бедность живем, а почему поднимает? Некоторым, может быть, безвыходное положение, если нам деньги нужны. Думаю, что это еще наименее защищенная категория граждан, которые просто как физическое лицо берет кредит. Вынуждены брать кредит, неважно на что, там приобретение жилья, приобретение какого-то иного имущества. Но он попадает в крайне сложную ситуацию, если неожиданно этот процент увеличивается. Поэтому, безусловно, в отношении физлиц однозначно нужно принимать такое решение.